Сегодня в Гомеле началась международная науково-практичная конференция, присвеченная захованию биоразностайности лесных экосистем. Изменение климата и деятельность человека приводит не только до знищения некоторых видов рослин, но и масштабных пожаров. Наши корреспонденты встретились с удельниками конференции. Об наивности глобальных проблем в лесных экосистемах начали сказать еще на концы минулого 100 года. Ситуация выкликает тем большую заклопоченность, что для устойливого социально-экономичного развития любой краины важны лесные ресурсы. Даже в такой великой по примерах краине, как Россия, некранутых лесов практически не засталось. Вученые лишат необходимы створения, где это еще махчимо, заказников и заповедников, чтобы сохранить биологическую разнообразность на этих территориях, а при приятных условиях распространять редкие виды лесов в ближайших лесах. Если мы не будем трогать какое-то время длительное, то есть это заповедники, национальные парки, ядра национальных парков, если мы будем бережно относиться к этим экосистемам, то, возможно, биоразнообразие, которое есть на сегодня, оно не будет оскудевать. По крайней мере, оно не будет снижаться. Для удела международной конференции у Гомель приехали проставники амаль-пятидесяти науковых институтов с шести краин света. Такое представництво дозволяя выпрасывать рекомендации с уликом реальной ситуации. Опрашив проблем, выкликанных деятельностью человека, значно уплыл на биоразностоянность лесов, зараз оказываясь изменения климату. На территории Белоруссии, приграничных стран, ощущается значительное влияние климата на природные экосистемы. Особенно это проявляется в увеличении массового усыхания хвойных насаждений, а также твердористых насаждений, дуба и ясеня. Большое количество, увеличивается количество лесных пожаров, что сказывается на биологическом разнообразии. Выкликанные протяглыми засухами лесные пожары – сопроводное национальное бедство для шмат яких краин. Усыхание лесу непосредственно для человека процесс больше беспечный, а ли в целом для экосистем – это так само катастрофа. У апошний час ученые Беларуси, России и Украины спробуют минимизовать наступствы. Подчас работы Гомельской конференции огучивается пропанова – отмовиться от раннейшей практики и высаживать только смешанные лесы. Иншая справа, что на месте загинувших древ новые вырастут только праздникальки десяти годзил. Смешивать, добавлять туда такие устойчивые породы, как дуб обыкновенный, липа мелколисная, береза повислая. И вот в таком соединении в таком соединении получается устойчивые леса, которые стойкие к различным экологическим воздействиям.